ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Весна, грязь, оптику и госномера приходится постоянно протирать. Но это у добросовестных автовладельцев. А недобросовестных, которых создаётся ощущение большинство, госавтоинспекция просит возить с собой то, благодаря чему регистрационные знаки можно привезти в читаемое состояние. Тряпку, воду и так далее. ГИБДД напоминает, что за данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей или предупреждение. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ниссан объявила об отзыве почти 4,5 тысяч под Файндер. Кроссоверы были проданы дилерами в 2014, 2015 и 2016 годах. ВИН-коды есть на сайте Росстандарта. Причиной стала возможная неисправность реле-стоп-сигналов. Со временем механизм может перейти в постоянный режим «включено», что скажется на работе двигателя и других функциях. В сервисе реле должны бесплатно заменить. ТРАССА СТО ОДИН Тойота Камри после рестайлинга получит в России новые моторы. Это двухлитровый 150-сильный бензиновая агрегация и его старший брат объемом 2,5 литра, мощностью 200 лошадиных сил. Работают они в паре с вариатором и восьмиступенчатым автоматом, соответственно. Топовые версии будут по-прежнему оснащаться 249-сильной шестеркой объемом 3,5 литра. Цены на седан сейчас начинаются почти от 1 миллиона 800 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А LADA X-Ray получил измененную роботизированную трансмиссию. Выпуск автомобилей уже стартовал. Как заверяют на Автовазе, в результате переключение передач происходит на треть быстрее. Кроме того, появился специальный зимний режим. Это когда на скользкой дороге можно стартовать сразу со второй передачи. Мотор остался прежний, 106-сильный, объемом 1,6. Добавлю X-Ray с автоматической трансмиссией. Сейчас стоит минимум 806 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ford заявила о планах по выпуску в России электрической версии «Транзит». Технические характеристики машины были заявлены еще в прошлом году. Электромотор мощностью 270 лошадей, запас хода 350 километров, быстрая зарядка примерно за час. Производство электрофургона собираются наладить в Татарстане. Рассчитан он будет на крупнейшие города страны, в том числе Москву и Петербург. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН